Где бы не работать, лишь бы работать. Специализированная ярмарка вакансий принимала соискатели во дворце ветеранов. Здесь помогали с трудоустройством людям предпенсионного возраста, молодым специалистам, а также одиноким или многодетным родителям. Валерий Чеботарев в советское время развлекал посетителей в клубах, вел концерты и праздники. Потом остался не у дел. Возможность обучиться новой профессии бесплатно – хороший шанс на трудоустройство. Когда тебя поджимают, ты видишь, что ты уже не востребован в той профессии. Я же в советское время тоже. У меня были уже, собственно, все шансы в этом времени работать. Но когда то время ушло и, соответственно, все уже неопределенно стало, а новое время диктует новой профессии, то ты или вступаешь, или уходишь и пишешь письмо куда-то. Туда, наверное. Работодателям ярмарка вакансий тоже приносит большую пользу. Встреча с потенциальными работниками бывает весьма продуктивной. Так, музей имени Алабина за первый час работы ярмарки уже нашел необходимых сотрудников. Музейный осмотритель мы точно найдем. Такую тихую работу, как, допустим, для инвалидов музейный, смотрите. То есть там ничего такого особенного нет, физических нагрузок никаких. Просто вот сидишь, если там кому-то что-то расскажешь, сидишь, чтобы детки не бегали. Кроме вакансий непосредственно от работодателей и базы центра занятости, в которой содержится больше 20 тысяч рабочих мест, на ярмарке также ждут молодых, активных и талантливых начинающих предпринимателей. Для них предусмотрены специальные программы субсидирования социально направленного бизнеса. Молодой человек в возрасте от 22 до 30 лет предлагает социальный проект, который будет направлен на реализацию с детьми, инвалидами и детьми пенсионного возраста. Он приносит в центр занятости бизнес-план, который должен быть конкурентоспособен. Комиссия он рассматривается и принимается решение о выдаче ему социальной выплаты до 300 тысяч рублей. Организациям, принимающим на работу инвалидов, также выплачивается компенсация до 100 тысяч рублей единовременно за оборудование рабочего места для человека с ограниченными возможностями здоровья и ежемесячно 11 тысяч рублей. Марьяна Мирна, Алексей Золотенков. События.